Футбольный симулятор уже давно не новшество. Самый первый представитель вышел в 1978 году на Atari и назывался просто «Футбол». И вот вдумайтесь, прошло уже 40 лет, а жанр футбольного симулятора все еще актуален. Причем настолько, что даже люди, далекие от компьютерных развлечений, знают, к примеру, что такое FIFA. И да, я именно сейчас проигрую FIFA, а не FIFA типа FIFA. Мое же первое знакомство серии FIFA началось в 2005 году, с FIFA 2006. И тогда мне постоянно казалось, что там чего-то да не хватает. А понял чего именно только через два года. FIFA 2008, которая впервые в своей истории обзавелась режимом Bepro. Ну, типа «стань про». Здесь нам позволяли создать своего персонажа и привести его к мировой футбольной славе. И да, на поле вы могли управлять только и, так сказать, футбольный симулятор футболиста. И хоть это все и было своеобразным экспериментом, но создать самого себя и выступать опять же только за себя однозначно было круто в те времена. Жаль, я тогда не знал, что идея не нова. Либера Гранде, Нью Старсокер и многие другие известные проекты были с этим режимом. Ой, извините, этот режим и был самой игрой. При этом у меня всегда была мысль, а что если каждым футболистом на поле будет управлять живой человек? Как бы понятно, что будет 20 дегенератов, на спринте будут бегать за мячом. Именно 20, потому что на воротах будут стоять боты. Забавная идейка, да? Поэтому становится очень смешно, зная, что такая игра реально есть. Представляю вам игру «Футбол Супер Старс». К слову, я бы назвал ее даже футбольной ММО с элементами РПГ. Позднее поймете почему. И, кстати, еще я случайно встретился с Пандой Фикс на одном фесте и показал ему эту игру. И он настолько я загорелся, что, ну вот, в общем, сами смотрите. Вы знаете, ребята, я сегодня впервые услышал про такую игру, как «Футбол Супер Старс». И вы знаете, мой мир просто перевернулся. Сколько же времени бездарно я потратил на такой шлак, как «Фифа 18». Куда смотрели мои глаза? Почему я раньше не встречал эту игру «Стинт»? Братан, где ты ее откопал, блядь? Как бы там ни было, теперь я полностью переключаюсь на «Футбол Супер Старс». Вы только взгляните на эти лица, на эти анимации. Да и в целом, как бы, ММО, РПГ, футбольного жанра. Что может быть лучше? Поэтому «Фифа» сорян, но ты идешь нахуй. Господи, как же эпично он кинул этот кусок в смысле «Фифу». Ну, за такое, ребят, грех лайк не поставить. Давайте наберем 20 тысяч лайков, и панда повторит этот же трюк другой рукой. Все начинается со знакомого для игрока создания персонажа. И он, мягко говоря, отсосный. Хотя, чего было ожидать от игры прошлого десятилетия? Хотя, поправочка. Бэтка вышла еще, ну, где-то в 2008-х годах. А вот официально релизнулась лишь спустя 4 года. В 2012-м. Сразу вспоминается календарь мая, конец света. Вот откуда все ноги растут, а? В общем, наш персонаж стоит на некой платформе, где дизайнеры на похорень прикрепили логотип игры. Тут мы и создаем персонажа под наши потребности. Вариации лиц, причесок, тут не особенно и много. Поэтому чего-то из ряда вон не ожидайте. К слову, многим это понравится, здесь есть возможность играть за слабый пол. И это не какая-нибудь женская лига. Футбол Суперстарс развита равноправие, поэтому женщины играют с мужчинами. Еее, равноправие! У-ху! Единственная непонятная для меня вещь в создании персонажа, это вот данная панель. Ее достаточно сложно не заметить, так как она находится на таком месте, что при приближении к хренам перекрывает созданного нами персонажа. Почему не поставить ее в верхний угол? Там как раз есть свободное пространство. Да вот в любом месте этого экрана есть свободное пространство, йоу! И ладно, если бы эта панель была полезна. Ну, там изменяла национальность перса, чего бы зависела наша дальнейшая игра. Но нет, эта панель изменяет язык. Язык игры. А зачем? Зачем нужна эта деталь, которая, ну, явно забагованная в координатном смысле? Особенно, если язык можно поменять как бы и в настройках. И еще странно то, что после создания перса, панель улетает, ну, в более приемлемое место. Почему и от чего? Хуй его знает. Ну и последняя деталь в создании, это выбор клуба, который мы и будем представлять. Вариантов всего четыре. Колдерфакс, Астун, Фрэцби и Гриффиндор. Ладно, шучу, Милчестер. Даются ли какие-нибудь бонусы за нахождение в той или иной команде? Нет. Ничего. Ни зарплаты, ни привилегий. Вы просто представляете чей-то клуб. И делаете это бескорыстно. Игровая часть Футбол Суперстарс начинается с того, что мы спауниваемся на стадионе, где уже тренируется какая-то заскриптованная команда. Господи, шо у них с руками? Первое, шо мне бросилось в глаза на этом стадионе, это реклама Пумы. На рекламных счетах, на мониторах, где постоянно крутится один единственный рекламный ролик. Да о чем говорить, если выйти со стадиона, то можно заметить даже магазинные одежды Пумы и форму Туттенхэма. Ну и еще тут есть домино-пицца. Но там мне хотя бы дали халявную футболку за то, что я купил пиццу. Ладно, вернемся к стадиону. На данном отрезке проходит обучение, где нам объясняют социальные элементы игры и основы управления на футбольном поле. Тут мы и узнаем, что можно играть как на клаве, так и на геймпаде. И знаете, несмотря на то, что дерьмо и там, и там, отдам предпочтение второму. Все-таки, как мне показалось, с этой зеленой полосой легче управляться, нежели целись мышкой туда-сюда. Да, в этой игре есть прицел, прикиньте. И вот, когда вы играете на клавиатуре, вы можете хотеть подзнать в одно место, а на деле запнуть мячик вообще в другую сторону. Чё? Какого? Какого? Иронично, что в обучении нам объясняют, как работают финты. Только вот их нет. Типа, у нашего персонажа нестандартных финтов, их надо покупать у определенных NPC. И поверьте, это будет очень нескоро. Ладно, давайте сделаем небольшую паузу и посмотрим именно на социальную составляющую игры. А геймплею на поле вернемся чутка позднее. Чтобы мы не заскучали в ожидании игр, создатели засунули в Футбол Суперстарс целый город, где в нашем распоряжении находятся магазины, бары, рестораны, тренажерные залы. По сути, каждое из этих заведений служит одной из нескольких целей. Покупка шмота, но бутсы, футболки, щитки. И да, они дают статы, как в любой RPG. В некоторых местах, типа тренажерки, мы можем развить основные атрибуты нашего персонажа. Но не надейтесь на мини-игры в стиле GTA San Andreas. У нас персонаж качается только на бумаге. Поэтому пот на его лице вы явно не увидите. А анимации и тренировки тем более. Если уж совсем честно, социальный аспект игры развит здесь слабенько. Особенно, если речь идет о барах или ночных клубах. В них просто царит тишина и покой. И даже ваше присутствие в нем не изменит ситуации. У меня зато есть охуительные виски. И я такая, зая, 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 где мой сын? А, хотя я походу знаю, почему сюда никто не ходит. Ваше присоединить мне одно. Но вы уже поняли, каждое здание в этом городе стоит не просто так. Клубы и бары, про которые мы сейчас говорим, развивают как раз таки характеристику фейм. Популярность. Если это значение велико, то у вас могут взять интервью. Звучит интересно, но на деле это как с тренажеркой. Все на бумаге. Кстати, насчет развлекалово в барах и клубах. Там можно выпить коктейлей. Но анимация этого также отсутствует. Так сказать, дорисуйте тусу у себя в голове. Напитки, кстати говоря, и повышают ваше значение популярности. А спортпит в зале можно использовать как некий баф на иное количество матчей. Ну и кроме всего, что я описал выше, делать в городе больше нечего. Вы либо что-то покупаете, либо бегаете как последний дегенерал. Да, помните, я говорил вам про скиллы. Их вы можете прикупить на одном из футбольных полей, где удобно расположились все нужные нам тренера. НПС по атакам, основным атрибутам, защите и так далее. Стоит вся эта красота достаточно дорого. Поэтому перед покупкой обдумайте свой стиль и не хренаешься все ваши бабки в первую попавшуюся способность. Как это, к слову, сделал я. Откуда у меня столько бабок, спросите? Ты ведь еще на лоу-левелах, наверное, вы скажете. Ну, просто я задонатил три косаря в игру. Ну, это чисто для того, чтобы ускорить свое развитие, специально для ролика. Ну и для того, чтобы создать команду хуй пизда. Футбол Супер Старс позволяет создать свой футбольный клуб. Позволяет выбрать и настроить под себя форму и логотип. Все зависит от вашей фантазии. Если оно у вас такая же ёпская, как у меня, возможно, получите результат, похожий на мой. Я менеджер команды хуй пизда. Класс, да? Ну и во время стрима я немного укомплектовал состав. Но, несмотря на эту хорошую новость, мы все равно не сыграем ни одного матча. Потому что, да не с кем играть нам, о чем вы? Хотя, по идее, игры 11 на 11 должны проходить именно в клубном режиме. Но проверить на своей шкуре данную информацию вряд ли сможем. Онлайна в игре нет. Все-таки умирающая игруха. Даже стандартные матчи 5 на 5 не могут собраться. О каких играх клуба может вообще идти речь? Вы вдумайтесь. Без стрима я умудрился сыграть всего два матча с настоящими людьми. Остальное время наиграл с ботами. И знаете, что меня реально удивило после вот этих двух матчей? Токсичнее аудитории, чем в этой игре, по крайней мере на лоу-левелах, я не видел даже в КС. Смотрите, первый матч. Этот идиот постоянно единоличничает с мячом. Не дает пасы. И да, он не дает пасы не потому, что там будет офсайд. Когда вы играете 5 на 5 офсайдов вообще нет. А просто потому, что он тупой соло-игрок. И постоянно из-за этого теряет мяч. Кстати, вот этот момент вообще веселее некуда. Этот идиот перехватил мяч и побежал к нашим воротам. А там стояли противники. Они просто забрали у него мячик и забили гол. Зато идиотом оказался чувак, который бегал рядом с ним. Просто аплодирую этому ебану. И это все, когда противники наши явно играют сообща. Собственно, поэтому и выигрывают. А когда нам забили вроде мяч пятый, он вообще начал меня толкать. Да, в этой игре можно спокойно толкаться. Ну, как в FIFA. Только в футбол суперстарс это выглядит, будто два мешка с говном встретились. Особенно забавно, когда подобное происходит во время попыток отобрать мяч. Чисто уличный футбол. Ничего не сказать. Тут даже можно от злости дать вратарю с ноги по лицу. Давай, давай, Макс, 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 Макс. Блядь, юбучий вратарь, поебали куда. Сори, извините. Или, играя в защите, подставить нападающего противника, заставив нарушить правила. Иди сюда. Блядь, я попасть по нему не могу. Ой. Ну, куда ли, красный? Собственно, к чему я веду. Держите себя в руках. Вы все-таки отыгрываете роль настоящего футболиста. А как уже стало понятно и сказанного выше, на первых уровнях игра напоминает дворовый футбол. Но, к сожалению, здесь нельзя, как в дворовом футболе, дать по лицу своему тиммейту, который специально руинит катку, отдавая мяч противников и вообще пасуя с ним. Но это все на лоу-ловелах. На хайже, без тактики и тимплея вообще никуда. И тут уж, Люба, дорого смотреть. Каждый знает свою позицию на поле. Ошибка противника превращается в молниеносную контратаку и так далее. Если делать скидку на возраст в футбол суперстарс, то игры можно назвать даже зрелищными. Что касается положения камеры, она может быть как сверху, причем именно, когда поле к вам в вертикальном положении. А второй вариант уже более-менее. Это от третьего лица. Что касается ударов, это вообще отдельная история. Хотите ударить туда, ударите в другое место. Потому что вы, к примеру, слишком резко повернули прицел. Хотите дать пас по низу, все правильно нацелили, хрен там. Найдите золотую середину, чтобы удар по низу был сильный, но при этом, чтобы мяч не отскочил от земли. Очень много нюансов в футбол суперстарс, которые любого новичка будут раздражать. Но в этом есть и свои плюсы. Ну, типа, руки решают. И вот после просмотра ролика, скажите сами себе честно, вы бы хотели такую игру? Ну, где вы играете за определенного футболиста, гуляете по городу, покупаете себе тачки, отдыхаете в барах, качаете свои мышцы в тренажерке, и потом выходите на поле за свой любимый клуб. И чтобы все это было в мой РПГ. Согласитесь, классно звучит? И вот тогда тоже классно звучало. Футбол суперстар просто вызвал дичайший ажиотаж у любителей футбола. Все хотели ее опробовать как можно быстрее, а когда ее опробовали, поняли то, что все очень сыро, и все очень не так, как было обещано. И это все достаточно грустно. Сейчас же она докатилась до того, что вот, ну, буквально через, может быть, год, через два, ее хреном прикроют, потому что, ну, онлайн все падает, поддерживать, если рвак тоже, как бы, сложнее становится. Ну, не мне вам объяснять, почему игры закрываются. Возможно, кто-то впоследствии сделает адаптацию этой игры и сделает ей это очень хорошо, и мы будем играть, наслаждаться. Ну, правда, это маловероятно, но все-таки шанс есть. А пока я этой игре ставлю 5 из 10. И то я немножко поднял балл только из-за того, что я играл в нее в детстве. А свой балл можете написать в комментариях. И, конечно же, ставьте лайки, чтобы следующее видео вышло как можно быстрее. Ну, и подписывайтесь на канал, здесь много чего интересного. А я с вами прощаюсь, играйте в хорошие игры, а я поиграю в плохие. Удачи, пока!